В Чебоксарах завершил свою работу и второй форум ассоциации вузов Волга-Инзы. Два дня участники обсуждали механизм взаимодействия в различных научных сферах. В дискуссию включились и полномочные представители президента России в ПФО Игорь Комаров и член госсовета КНР Ван Юн. 50 вузов регионов ПФО и 29 вузов Китая. Ассоциация успешно работает два года. Одни из активных участников объединения – преподаватели студента Чигу имени Ульянова. Здесь часто звучит китайская речь. Работает программа обмена, проводятся фестивали и летние школы. Мы узнаем организацию процесса образовательного, научного. Как исследования проводятся, какие ресурсы на это направляются, какие стимулы есть для занятия наукой и взрослыми, и молодыми учеными. Поэтому вот это взаимное узнавание, я думаю, что оно имеет большие перспективы с тем, чтобы нашу российскую систему образования сделать лучше. Для самого выпускника, безусловно, это важно, высоко конкретно способный специалист. Медицина, биология, биотехнологии, сельское хозяйство, ядерная энергетика – вузы охватывают все больше направлений. Создание ассоциации позволило придать новый импульс отношениям между нашими странами, развивать действующие и инициировать новые проекты, объединить на принципах сетевого взаимодействия усилия и ресурсы вузов ПФО для повышения качества и результативности международного сотрудничества. Важную роль совместных научных разработок отмечают обе стороны. Молодежь – это будущее наших стран, в том числе будущего облика двусторонних отношений между Россией и Китаем. Поэтому так высока роль высших учебных заведений России и Китая в развитии формата сотрудничества Волга и Инзы. На ассоциацию возлагается важная миссия – повысить инновационный потенциал, укрепить международное сотрудничество, разрабатывать передовые технологии для внедрения во все сферы жизни двух стран. Поэтому и тема второго форума – ассоциации вузов «Надежный фундамент» для российско-китайского межрегионального сотрудничества вполне понятна и логична. В Чебоксарах собрались представители большинства вузов, членов ассоциации. Участники обсудили вопросы дальнейшего развития программ преподавательских и студенческих обменов, публикации научных трудов, совместные образовательные программы. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.